Алексей Навального Я тоже хотел бы сразу сказать, что означает вот этот вот срок в моем понимании Российское государство возвращается в свое естественное, нормальное состояние И то, что многие из нас на протяжении последних десятилетий Не только 30 лет после 1991 года, но я бы еще приплюсовал сюда еще лет 10-15 позднего Советского Союза Вот находились в такой совершенно какой-то чудовищной и странной И тоже противоестественной диссидентской расслабленности А государство должно уметь себя защищать Вот когда Навальному, который, ну сколько, больше 10 лет боролся с государством И он с гордостью об этом говорил, и в этом смысле он был достойен уважения, конечно То есть он был открытый враг Всему есть своя цена И если ты решил бросить вызов государству Причем вот не в минуту там помутнения, рассудка, а абсолютно осознанно Взрослый человек, ну ты вправе рассчитывать на отношение к себе, как к врагу Навальному оказали, я сказал бы, должную честь, как врагу Враг государства, конечно Поэтому говорить тут абсолютно нечего Так оно и должно быть И еще два слова я добавлю Любой человек, который читал Архипелаг ГУЛАГ Я читал, естественно, в юности Там в первом томе Рассуждает Александр Савич Солженицын О причинах революции И о причинах Вот такой жесткости советской власти Она ведь началась, ну фактически еще до Сталина И задолго до 37-го года И он объяснял это тем, что и Сталины, и ленинские комиссары Вообще, как бы вот все старые большевики В том числе и прошедшие каторгу, прошедшие царские тюрьмы Они, в общем, прекрасно понимали, что одна из причин, почему страна дошла до революции До катастрофы гражданской войны, до полного развала Она заключалась в том, что власть была мягка Власть не реагировала на смертельную опасность А партия большевиков была смертельной опасностью И, кстати, партия эсеров тоже была смертельной опасностью Вот императорская власть не проявила, ну просто здравомыслия по отношению к ним Последний русский царь, который проявил здравомыслие по отношению к врагам государства Это был император Николай I, который повесил шестерых декабристов Ну вот так-то, вот так Я лично вот в этом вижу логику Она необычная, мы от нее отвыкли Но я, как человек, который историю любит, знает Вижу лишь возвращение к норме К норме Хватит расслабленности Страна ведет войну Страна бросила вызов Огромной, невероятно сильной, смертельно опасной коалиции Которая нанесла нам историческое поражение в 1991 году Об этом нужно вспоминать каждый божий день Чтобы понимать причины всего происходящего Причина происходящего и 30 лет, последний и сейчас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова